Жеребьевка групповых этапов Лиги Чемпионов, проведенная 26 августа в Стамбуле, завершена и она предложила множество захватывающих матчей и сюжетных линий на ближайшие месяцы, когда ряд крупнейших клубов Европы будут играть друг против друга. Помимо того, что украинская футбольная общественность узнала имя будущих потенциальных соперников Донецкого Шахтера и Киевского Динамо на пути к групповому раунду Лиги Чемпионов ОЕФА, организаторы состязаний также огласили и остальных участников возможных дуэлей. Чемпион Украины Динамо выступит в группе Е, где соперниками команды Мирчи Луческу станут Бавария, Барселона и Бенфика, за которую выступает украинец Роман Яремчук. Напомним, в прошлогоднем розыгрыше Лиги Чемпионов Белосиние дважды уступили Барселоне. Капитан Киевского Динамо прокомментировал результаты жеребьевки групповой стадии Лиги Чемпионов сезона 2021-2022. По словам Сидорчука, у Динамо есть все возможности, чтобы достойно пройти групповой раунд ЛЧ. Он отметил, что перед жеребьевкой не было смысла надеяться на какой-то удобный вариант группы. Это Лига Чемпионов, тут собраны лучшие команды континента и все разговоры на тему повезло или не повезло с жеребьевкой не имеют значения. Вице-чемпион страны Шахтер поборется за выход из квартета Д с Интером, Реалом и Шерифом Юрия Вернидуба. Отметим, что Шахтер в прошлом сезоне уже играл в одной группе с Реалом. Известно также, что Манчестер Сити и Парис Энжермен встретятся в группе А, что в конечном итоге может стать матчем между Криштиану Роналду и Лионелем Месси. Последний уже переехал в столицу Франции, в то время как чемпионы Премьер Лиги ведут переговоры с представителями Роналду о возможном трансфере. Независимо от того, их квартет может оказаться самым захватывающим из всех. Немецкий РБ Лейпциг присоединится к ним через год после того, как выбыл Манчестер Юнайтед из группового этапа. Обладатели титула Челси встретятся с Ювентусом в группе H, а в группу B – три бывших победителя Ливерпуль, Порту и Милан вместе с чемпионами Испании Атлетика Мадрид. Дата старта группового этапа 14-15 сентября. Жеребьевка календаря состоится позже. Напомним, что перед жеребьевкой группового этапа команды разделили на четыре корзины. В первую лигу попали победители Лиги Чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы шести национальных ассоциаций с наивысшим рейтингом. Испании, Англии, Германии, Италии, Франции и Португалии. Остальные команды были распределены по корзинам второй и четвертой в соответствии с клубным рейтингом.